Зачем же надо быть правдивым? В чем заключается польза? Это очень важный вопрос. Надо знать, что каждый человек имеет право видеть свою судьбу. Каждый человек имеет право видеть, что будет в будущем, почему все было так в прошлом, что со мной происходит сейчас. Каждый человек имеет на это право. Но это право находится в сфере его правдивости только. Если человек честно живет, это право перед ним раскрывается в полной степени. Если нет, то нет. Причем интересно знать, что, допустим, если ты обманываешь людей, допустим, в делах, тогда люди будут обманывать тебя в делах. Когда человек обманывает, допустим, в бизнесе кого-то, то он теряет способность видеть обманщиков. Потому что он сам становится таким. Понимаете, ум у человека имеет такое свойство, что он как зеркало работает. Если зеркало чистое, то ты все видишь. Если грязное, то ничего не видишь. Если ты сам свое зеркало загрязнил, а ум является прибором для восприятия этого мира. Если ты сам свое зеркало загрязнил, ты не увидишь обмана. Но то, что у тебя есть внутри, ты в других не увидишь. Понимаете? То есть человек ясно видит ситуацию, когда он сам находится вне нее. Как бы со стороны смотрит. Но если он находится внутри ситуации, он или раздувать сильно будет, или наоборот не замечать. Если он имеет сильный интерес к чему-то, он будет не замечать недостатков. А если он наоборот негатив видит ситуацию, то он будет раздувать. Что это значит? Это значит, что если человек обманщик, и я обманщик, и меня от него будет тошнить, я его буду ненавидеть. Или не замечу, что он обманщик. И то, и другое означает, что я сам зеркало своего ума не очищаю. Как в песне, да? Я видел в жизни суету, ночей бездонных пустоту, и девушку любил не ту. И что же? Я не жалею ни о чем. А сел фундамент крепок дом. То, что понято с трудом, то мне дороже. Понимаете, то есть, почему я видел в жизни суету, и девушку любил не ту. Потому что нет правдивости, нет чистоты. Ты не видишь ситуацию. Некоторые говорят, а если ты будешь правдивым, вообще тогда будет хуже еще. Они приводят как бы доводы с налогами там и все прочее. Они не понимают, что я совсем о другом говорю. Я говорю сейчас о совести. О совести. Прежде всего в отношениях с родственниками, с женой, с детьми, с друзьями. Постепенно, с государством. Сильный человек может все честно делать, даже в бизнесе. Сильный человек. Слабый – нет. Со временем. Человек не всегда может быть правдивым, но он должен стремиться к этому. Если он стремится, то тогда судьба идет навстречу. Ясное видение своего здоровья, опасности в жизни. Допустим, самолет, который должен взлететь вместе со мной на борту, должен разбиться по судьбе. У меня есть выбор, садиться в него или нет? У меня есть выбор, если я вижу опасность. Когда в Турции взорвался самолет, теракт, русские погибли, из Питера в основном, то... А нет, это не в Турции, это малазийский самолет, который летел над Украиной. Там один человек в этом самолете написал смс, когда они только взлетали. Я говорю, страшно, не хочу лететь на этом самолете. Я боюсь, у меня все тело, по телу идет холод. Он написал все признаки приближения смерти. Говорит, я не хочу лететь на этом самолете. Я все равно полетел. Бог его предупредил. У него был выбор, он мог... Он самолет еще не взлетел? Он мог выйти из него просто? Его никто не мог задержать. Если пока самолет не взлетел, ты всегда можешь выйти из него. Никто не сможет тебя задержать. Скажешь, я не хочу лететь, и все. Пускай билет пропадает. Правдивости не хватило для того, чтобы понять, что ждет гибель тебя. Ему не хватило правдивости. Правдивость спасает судьбу человека. Опасность видна ясно очень человеку, который правдив в жизни. Для того, чтобы быть правдивым, надо быть добрым. Злой человек не может быть правдивым. Потому что злой — это тот, кто принципы ставит выше людей. Это злой человек. Добрые люди людей ставят выше, чем принципы. Ну, допустим, человек не выполняет какие-то правила в жизни. Я могу порицать его за это, за то, что он не выполняет правила. Но что такое доброта в этом случае? Это значит, его как личность ставить выше, чем его ошибки. Но если я принципы ставлю выше и гноблю человека из-за того, что он эти принципы не выполняет, для меня личность на втором месте, а принципы на первом, значит, я не добрый человек, я злой. И злые люди не могут быть правдивыми. Если ты считаешь, вот, допустим, мой муж ест мясо, а я не ем. И поэтому я его не люблю. Мужа не люблю, потому что он ест мясо. Ну, то есть тебе принцип стоит выше человека для тебя. И ты думаешь, что ты добрый человек, потому что ты не ешь мясо. Ведь мясо не едят, как Ахимса, то есть означает ненасилие, означает доброта. То есть я не ем мясо для того, чтобы быть добрым по отношению к животным. Я не хочу, как бы, смерти животных, поэтому я не ем мясо. Но при этом я ненавижу своего мужа, который ест мясо. Где же твоя доброта? Ты вроде бы это делал для того, чтобы стать добрым, но в результате стал злым. И муж говорит, ты до этого пока не была вегетарианкой, ты была лучше. Ты со мной по-доброму разговаривала, у нас были хорошие отношения, а теперь ты меня ненавидишь. Я не вижу никаких изменений в лучшую сторону от твоего вегетарианства. Это означает, что человек не понимает, что такое доброта. Доброта означает, что человек станет выше, чем принципы. Конечно же, это означает страдания также. Если ты видишь, что кто-то делает неправильно, живет неправильно, ты будешь страдать. Но при этом оставайся добрым к нему. И тогда ты узнаешь правду жизни. Что правда заключается в том, что человек стоит выше, чем принципы. Милосердие или доброта. На этом основывается мир на земле. Часто люди, входя в веру, когда люди становятся верующими людьми, они часто... Все, кто не верит так же, как они, или просто те, кто не верит, они начинают ненавидеть. Особенно если вера другого человека не соответствует моим представлениям о вере. Часто, как бы, разные веры, они по-разному воспринимают мир. Если в какой-то вере восприятие другое, не как у меня, то человек начинает ненавидеть человека, который находится в этом вере, и поносит его, и поносит. Это означает, что милосердия нет у человека в сердце такого. Это значит, что он разрушает мир на этой земле. Потому что мир на этой земле основывается на терпении или терпимости по отношению к другой вере. Если у тебя нет терпимости, если ты ненавидишь другую веру, если ты делаешь все для того, чтобы разрушить, значит, тогда нет у тебя никакого милосердия. Ты злой человек просто, и все. Сейчас в этом мире такая ситуация, что каждый человек должен принять решение. Потому что есть вера, и означает, что надо идти к Богу, надо быть ближе к Богу. Это моя вера, надо оставаться в моей вере. Или надо никогда менять веру. Но при этом надо также понять, как мне относиться к другим верам. Если я ненавижу другие веры и люблю свою, то до вот этого пояса шахида недалеко. Несколько шагов всего, поверьте мне. Правда, не во всех верах это принято, как бы. Но движение в эту сторону всегда. Потому что я таким образом пренебрегаю волей Бога. Если Бог дал святость в разных традициях духовных, значит, Он там есть везде. Святость невозможна без Бога. Если есть святые, допустим, там и там, и там, значит, там есть Бог. Это стопроцентный факт. А если там есть Бог, то тогда зачем я ненавижу этих людей? Почему я считаю, что они грешники или демоны, как говорят, или там, первоотступники, там, как угодно. Это просто невежество. Поэтому возлюбить ближнего означает любить всех людей, неважно какой веры. Конечно же, у тебя остаются твои принципы при этом. Но ненависть к человеку должна быть закончена. Это приводит к разрухе, к войнам. Вы знаете, правдивого человека даже смерть защищает. Вы знаете, когда человек честно выполняет свой долг в бою, защищает Родину, когда его убивают, если так получилось, то он всегда идет на высшие планеты. Смерти нет на самом деле. Просто есть честная жизнь и нечестная. Если человек, выполняя свой долг, погибает, он всегда очищается и прославляется. Он славен во все времена. Если человек попирает своим долгом, он как бы боится смерти из-за страха смерти. Тогда он теряет себя, такой человек. Поэтому даже смерть не может препятствовать тому, кто идет правильным путем. Праведность всегда побеждает, даже смерть. Потому что смерти по факту нет. Там, где люди поступают наперекор праведности, всегда это дорога к несчастью. Ну, например, я разрушаю свой брак. И как бы вообще ничего несчастья не предвещало. Ну, то есть я как бы мужа не люблю, а вот другого человека, который мне предлагает тайно быть с ним вместе, мне он очень нравится. Он вообще всегда таких именно людей любил, как он. Ну, по жизни я чувствую, что с этим человеком мне будет лучше. А с этим мужем как бы плохо. Я думаю, ну где несчастье-то? Я вот соединяюсь в свою жизнь с этим человеком, и все, и я как бы купаюсь счастье. Ну где несчастье-то? И я бросаю мужа, расскажусь с ним. И наконец-то, ну как бы, можно же так бросить, интересно, что типа муж виноват. Можно так бросить, что он типа виноват. Ну, много чего рассказать про его вину. Вот. И все, и теперь я, слава Богу, нашла свою судьбу. Так аккуратно мужа бросила, что он виноват во всем. Нашла свою судьбу. Где несчастье? Вот мы с ним начали жить, у нас все хорошо. Я вот как чувствовал, так и есть. Мне с ним хорошо, очень счастье, так классно. Где страдания? Все же классно. Часто человек думает, что он играет в эту жизнь. В эту жизнь играет Бог. А я подчиняюсь его игре. Это не моя игра. Если я решила вот так сделать, то там, где нет праведности, не будет счастья. Это невозможно. На чужих костях свое счастье не построишь. Если твой муж тебя ждет, страдает от этого, хочет, чтобы ты вернулась, но ты предала его, как ты будешь счастливой? Это невозможно. Потому что счастье всегда это, когда ты находишься в гармонии с другими людьми. Разве может быть человек, который разрушил эту гармонию, быть счастливым? Это невозможно. Временно как-то можно заблуждаться, думать, что у тебя все хорошо, но потом будет страдание неизбежно, пока ты не раскаешься. А раскаиваться придется очень глубоко и долго. Ровно столько, сколько страдает тот человек, которого ты бросил. Ровно столько и надо раскаиваться. Так что, видите, правда это не означает просто честно что-то сказать. Как, допустим, одного мудреца проверяли, правдивый он или нет. Взяли, короче, покрасили лошадь с одной стороны красным цветом, а с другой стороны как бы провели его, эту лошадь перед ним, провели и спросили, а какого цвета лошадь, которая проходила перед тобой? А все знают, что этот мудрец никогда не лжет, говорит всегда только правду. И ответ был такой, с той стороны, с которой я видел, она бегая. Ну то есть его и провести не удалось. Ну только потому, что он смышленый. На самом деле, если бы он даже сказал, что она бегая, он бы не обманул. Потому что человек не может видеть всего в этом мире. Таким образом, можно сделать вывод, что мы не можем быть абсолютно правдивыми. Это невозможно. Это может быть только святой человек абсолютно правдивым, потому что он видит чисто этот мир. Мы всегда будем заблуждаться, ошибаться. Человек склонен совершать ошибки в этом мире. Обязательно, любой человек. Потому что он не видит всего. У нас нет полного видения, ясного видения картины этого мира. Поэтому ошибки неизбежны. Но когда человек раскаивается в той ошибке, которую он совершил, вся его ложь, лживость немедленно разрушается. Если же человек оправдывает ошибку, которую совершил, он встает на пути лжи. Даже если он непреднамеренно это сделал. Все равно надо раскаиваться. Допустим, вы уехали с мужем от родителей. Девушка мне вопрос задавала. Но вы не виноваты, он вас взял в Москву. А родители страдают от этого. Расскайтесь перед ними. Даже если вы не виноваты. Скажите, я не хотела. Простите, мама, папа, простите. И тогда правдивость войдет в ваше сердце назад. Вы не будете страдать. Человек не должен бояться, раскаиваться. Потому что раскаиваться всегда хорошо, лишний раз не помешает. Допустим, мы говорим, вы плохой человек. Надо согласиться. Мы все, куча недостатков у нас. Куча просто недостатков у всех. Надо согласиться, это факт. Грязи хватает внутри. Но если тебе говорят, ты плохой человек, и поэтому ты не имеешь права выполнять свой долг, тогда извините. Я с этим не могу согласиться. Я родился для того, чтобы выполнять свой долг. Почему я не имею права его выполнять? Я все равно буду выполнять свой долг и становиться лучше. Человек может становиться лучше, только выполняя свой долг. Он не может сидеть и становиться лучше, сложа руки. Это невозможно. Итак, правдивость — это дорога вверх всегда. Когда человек выбирает путь правдивости, это значит, что он выбирает путь вверх, к Богу. Всегда. Ложь всегда — дорога вниз. Освободись от лжи. Если, допустим, же тебе мешает, есть у тебя какое-то препятствие на пути к правде, то будь осторожен. Например, ты говоришь правду и надолго садишься в тюрьму. Подумай. Может быть, это хорошо для тебя, а может быть и нет. Может быть, лучше тебе раскаяться и не садиться в тюрьму, потому что в тюрьме, может быть, развиваться будешь хуже, а может быть и лучше. Поэтому подумай. Бывает так, что человек не говорит правду, а Бог его прощает. И амнистия наступает по воле Бога, а не потому, что... Я расскажу вам одну историю. У меня есть один друг, который... Ну, друг, как бы... Я сейчас в этой истории немножко несмиренно себя поведу, простите. Я ему говорил, не садись за руль, ты можешь погубить человек. Он согласился со мной, но потом его заставили, друзья, говорит, давай, работай, у нас есть работа водителя, нам нужен такой, как ты, давай, садись за руль. Мы его заставили. И он такой добрый человек по природе. И он сел за руль и избил насмерть ребенка. Ну, там не было сильно его вины, как бы ребенок выбежал неожиданно. Ну, так или иначе, его признали виновным и дали ему 4 года тюрьмы. Родители дали взятку. И он не сел, потому что взятка сработала. Но при этом он не встал на пути лжи. Он постоянно думал об этом, раскаивался. И помогал мне, ездил со мной, помогал мне в моих лекциях. Тогда я ездил подолгу, много месяцев ездил, потом уезжал в Индию, на много месяцев там обучался. Вот такая жизнь была. И якобы мы наездились уже, я должен был на 8 месяцев, где-то на 7-8 месяцев ехать в Индию. И он тоже должен был со мной ехать. Он поехал в родной город свой для того, чтобы сделать себе загранпаспорт. Когда он приехал в свой родной город, он надел свою любимую шапку, зимнюю, и пошел за хлебом. И в этот момент он был один в один похож на преступника, которого искали. Вот прямо вот такой же, вот такой же шапки, все вот то же самое. И его милиционер на дороге остановил и начал пробивать его, как бы, ну, узнал, как его фамилия, все начал пробивать, исхищая этого опасного преступника. А в это время его, вот этого вот взяточника, который его освободил от тюрьмы, его разоблачили и вскрыли все его дела. И он в результате попал в розыск. Ну, такой, как бы, не прямой, а так, как бы, попадется, попадется, нет, нет. И попался. В результате его сразу же прямо не дошел до магазина, его посадили в милицейскую машину и повезли в места не столь отдаленные. Вот так он попал в тюрьму, потом маме позвонил, говорит, мама, я в тюрьме, все нормально. До магазина не дошел. И там в тюрьме он сразу же начал читать лекции по здоровому образу жизни. Сначала просто тем, с кем он находился рядом, потом всем вместе, вот, потом его перевели в медсанчасть, потом была первая амнистия, вторая, и вместо четырех лет он просидел восемь месяцев. То есть восемь месяцев я был в Индии, изучал священное писание, он был в тюрьме, там изучал жизнь. И потом мы встретились, когда из Индии прилетел, он же в этот же день был амнистирован второй раз и приехал ко мне дальше мне помогать. Ну, то есть вместо четырех лет он восемь месяцев всего просидел, и там так рады его видеть всегда. Приезжайте к нам еще лекции читать нашим заключенным, они счастливы. То есть о чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что человек вроде бы обманул, но на самом деле он хотел просто духовно развиваться. В результате судьба его догнала, все равно она его в тюрьму посадила, но так как он выиграл время, он развился как личность, поэтому ему тюрьма тюрьмой не казалась. Он постоянно там молился, читал лекции, то есть он там развивался как личность. Он, для него уголовники это не дебилы, то есть он видел только чистоту в них, его всегда защищали. Никогда никто не попирал его как личность, удивительно, удивительно. Такие отношения у него были с этими людьми. Ну то есть поэтому правдивость это сложная вещь, понимаете, неизвестно, как лучше поступить. Вот, ну есть разные изречения, будь правдив, не служи гневу, давай просящему, ведь он просит тебя о немногом. Человек должен приближаться к святым, шествуя этими тремя путями. Мир, весь этот мир рожден из лона правдивости, и в ведах говорится, что этот мир соткан только из правдивости. Когда люди говорят, что есть, ну как бы зло управляет миром, нет никакого зла в этом мире вообще. Все злые силы предназначены только для нашего воспитания, и они находятся под управлением Бога. Нет такого зла, которое было бы не подчинено Богом, и Бог это зло специально держит в этом мире для того, чтобы мы развивались. Зло — это всегда то, что нам нужно для развития. В этом мире нет такого типа тебя сглазили, тебя испортили. Почему люди верят в это? Сглаз, порчу, приворот. Да ваш муж его приворотили, поэтому он вас бросил. Это означает, что я верю в ложь. То есть силы зла сильнее сил добра. Этот мир был создан из правдивости. Здесь нет сил зла. Если ты не веришь в приворот, значит, его никогда не будет. Если тебя муж бросил, значит, ты сама виноват в этом. Правда означает вернуть судьбу назад в сердце. Что такое правдивость? Вот смотрите, боль вытаскивает судьбу из сердца. Допустим, у меня убили ребенка, допустим, ну как бы нелюди. Ясно, что я буду ненавидеть этих людей, потому что они разрушили мою жизнь. Допустим. Я просто сейчас сочиняю. И так, чтобы мне опять жить дальше, мне нужно назад вернуть судьбу в сердце. Сейчас я считаю, что они виноваты в моей судьбе. А я должен так молиться, чтобы вернуть вину назад. Я должен понять, что это Бог меня за что-то наказал, что я в прошлом совершал. И тогда я опять буду жить нормальной жизнью. Пока я не верну назад свою судьбу, не буду считать себя виновным во всем, а их только инструментами в руках моей судьбы, до этого момента никакой нормальной жизни у меня не будет. Это означает правдивость. Правдивость означает принять судьбу в данном случае. А боль вытаскивает судьбу из сердца. Что такое стресс? Я не считаю себя виновным. Я считаю, что кто-то виноват в моих страданиях. Я буду всегда жить в стрессе в этом случае. Если я возвращаю с помощью молитвы судьбу назад, я становлюсь счастливым, несмотря на то, что жизнь трудна. Интересно знать, что трудности и страдания – это разные вещи. Например, жизнь может быть очень тяжелой, но страданий нет в счастье. Даже если все тебя бросят, все равно ты можешь быть счастлив, если ты принимаешь судьбу. Принимать принятие судьбы – это и есть правдивость. Правдивость означает, что ты веришь в то, что все происходит правильно. не ложь управляет этим миром, а правда – все правильно, то, что происходит. Значит, ты счастлив. Потому что, когда человек правдивый, праведный, то тогда счастье соприкасается с ним. А если он разозлился, обиделся, разочаровался, сломался, то тогда горе соприкасается с ним. Выберите одно из двух. Или вы хотите печалиться, думать о прошлом, злиться на кого-то, ругаться, и тогда о горе будет соприкасаться. Или вы хотите принять то, что есть, согласиться со всем, смириться. Тогда счастье будет соприкасаться. Несмотря на трудности. Трудности останутся при этом все равно. Итак, честность есть истинный аристократизм нашего времени. Она не нуждается в покровительстве. И хотя многие мечтают разыграть ее, но овладеть ее таким людям не удастся. Это я уже высказывание каких-то великих людей. Очень много говорится о честности, о правдивости. Это удивительно. Вообще есть три вещи, которые являются основой жизни человека. Правдивость на первом месте для нас. Милосердие на втором месте, чистота на третьем и аскетизм на четвертом. Это четыре столпа счастливой жизни. Если человек, пусть даже правдивый, не милосерден, его сердце не мелок кому-то, значит, тогда он не может быть счастливым. Если человек ведет грязную жизнь, он нечист, тогда он и правдивым не может быть так же, и милосердным. И без аскез тоже не проживешь. То есть нужны аскезы. Весь мир подчинен единому закону, во всех разумных существах единый разум. Правда едина, и для разумных людей понятие о совершенстве тоже едина. Правда только горькое питье, неприятное на вкус, но зато восстанавливающее здоровье. Это факт. Правда это горькое питье. Беда говорится, что сатием или правдивость значит, что человек не должен искажать истину в корыстных целях. Но иногда можно ее скрывать. Например, если человек должен погибнуть от того, что он узнал, что у него тяжелое заболевание, вот так устроена его психика, то ему не надо раскрывать это знание, этой правдой. Является ли это ложью? Нет. Можете просто промолчать. Ну, то есть не всегда можно всем говорить правду. Всю. Как некоторые обвиняют меня в том, что Олег Геннадьевич постоянно чего-то не договаривает на своих лекциях. Ну, представляете, что если я сейчас буду все договаривать, что с вами будет? И так все говорят слишком строгий. Я говорю самый минимум. Мне мой наставник тоже минимум говорит. Я когда к нему прихожу, он смотрит на меня, кивает головой, понимает, сколько мне можно сказать. Это же хорошо, правда? Веды говорят, что правдивость – это дозированная правда. Когда человек говорит всю правду, то он разрушает. Вообще, на самом деле, если ты хочешь разрушить человека, просто скажи ему ту правду, которая его разрушит. Вернее, не ему даже, а всем остальным. О нем. Вообще, самый верный способ разрушить чью-то жизнь – это постоянно говорить о нем, о нем только ту правду, которая его разрушает. И это называется сплетни. Что такое сплетни? Сплетни – это не ложь. Ну, ложь – это такие сплетни дешевые. Самые классические разрушительные сплетни или клевета, что такое клевета настоящая, это когда о человеке говорят правду, но раздувают ее до безумных размеров и говорят только ту часть правды, которая его разрушит, а ту часть, которая его воскресит, не говорят. Это называется клевета. Поэтому клевету от истины отличить очень сложно, поверьте мне. потому что если человек действительно хочет кому-то помочь, он наоборот говорит ему очень мягко правду о нем, а достоинство его возвышает очень сильно. И таким образом он этому человеку помогает. Но если человек хочет навредить, то он будет говорить о нем правду, которая разрушает его очень сильно, и достоинства его вообще не заметит. Этот человек называется злодеем, такой человек. Кто такой злодей? Это не тот, кто только лжет. Злодей настоящий, это тот, кто говорит правду, плохую правду о человеке, раздувая ее до бесконечности, а хорошую умалчивает. Это злодей. Понятно, да? Злодей это не тот, кто совсем обманывает. Обманщик это глупый злодей. Разумный злодей это тот, кто говорит правду, но только ту, которая разрушит человека. Это разумный злодей. Но это злодей. Потому что добрый человек будет говорить правду так, чтобы человек исправился, а не чтобы его разрушить. Он будет говорить правду тоже, но так, чтобы его исправили. Когда мы ругаемся с мужем или женой, мы всегда говорим правду. Только правду. Ни капли лжи. Является ли это правдой по факту или нет? Ведь говорится, что доброта является матерью правдивостью. Разве человек, который говорит правду со злостью, говорит правду? Если у нас злость в сердце, как основа нашей жизни, разве правду, которую мы нашли, является правдой? Когда человек злится в сердце, он никогда правду не скажет. Хоть он и говорит правду. Потому что правда без доброты не живет. Если ты разозлился на кого-то, лучше промолчи. Разозлился на ребенка, ах, ты двойку получил, ты лентяй. Это неправдивость. Если ты по-доброму ему скажешь, ты мой лентяюшка, тогда это будет правдивостью. Он это поймет, что он даун лентяюшка, ну что делать? Человек не может со злобой думать о себе. Только по с добротой. Человек никогда плохо о себе не подумает, даже если он думает о своих недостатках. Только очень сильный человек может сам себя наказать. Ребенок никогда. Поэтому зачем со злобой говорить о его недостатках? Лучше всего говорить по-доброму. И тогда он их поймет. Но если ты с ненавистью говоришь о его недостатках, в чем заключается твоя правда? Ты используешь правду для того, чтобы разрушить человека. И делаешь это ты для того, чтобы поставить пятерку выше этой личности. Почему мы разрушаем своих детей? Потому что мы пятерки, оценки ставим выше человека. Разве это правильно? Правдивость — это значит, что человек стремится к истине, к абсолютной истине. Есть разные стадии и уровни постижения правдивости. Первый уровень означает, что человек не должен искажать истину, просто учиться не лгать. Второй уровень. Правдивость означает, что факты необходимо представлять, стараться, как они есть, для блага других, а не для их разрушения. Это второй уровень правдивости. Третий уровень. Правдивость означает, человек должен искать абсолютную истину и знать, что это такое. Иначе он никогда не будет правдивым. Четвертый уровень. Истинная правдивость — это давать людям знания. Пятый уровень. Правдивость означает постичь себя, понять, что ты душа. Тогда ты станешь по-настоящему правдивым. Шестой уровень. Настоящая правдивость означает действовать по высшему плану, служить Богу и жить только для Его воли, а не для своей. Серьезно? Я вам желаю всем достигнуть до шестого уровня, дойти в правдивости. Есть три вида правдивости. Правдивость благости означает быть честным на благо других во имя святого закона. Не на свое благо быть честным, а на благо других. Правдивость в страсти означает говорить выгодную правду. Мне выгодно? Что-то я говорю правду. Невыгодно не говорю. молчу правдивость невежестве говорит правду с целью ненависти нанести вред кому-то завиду или на ненавидеть человек говорить о нем правду с этой цели правда самая большая действенная сила допустим приведу пример моей жизни есть один наставник его сейчас уже нет живых который всегда меня очень сильно вдохновлял одна старшая не младшая старшая для меня духовно развитая личность пришла ко мне и сказала правду об этом человеке которая разрушила мою жизнь это была раздутая правда там была правда чуть-чуть но было сказано с раздутым очень вниманием в результате я послушал об этой личности не желая того я понимал что это все неправда потому что это раздутая правда я не хотел это вообще слушать и не хотел чтобы этот человек говорим так как это говорил старший я не мог заткнуть ему рот в результате счастье в отношениях с этим человеком меня пропало на год мне пришлось год раскаиваться в том что я это услышал только через год я опять был счастлив строить отношения с этим человеком представляете как сильно этот человек разрушил меня как личность другой человек пришел сказать неправду моим духовном учителе это было где-то месяца через два после этой первой правды все происходило святом месте я когда понял что какой-то человек хочет я ему сказал слушайте пожалуйста я вообще как бы только начал духовную жизнь зачем вы мне ее разрушаете пожалуйста идите дальше занимать своими делами я пошел под душ это хороший способ смыть себя вот эту грязь я начал молиться стать под душем и это на меня не подействовало вторая вот это вот испытание бога не прошло я уже как бы был опытным немножко и я вовремя сориентировался и просто убежал от этой этих слов слушать шестокую разрушающую правду о старшем сказанную с ненавистью раздутую это означает разрушить свою духовную жизнь если бог вам через кого-то дает знания опасайтесь слушать сплетни об этом человеке то самое главное из того что я вам сказал вот все что я говорил вам до этого это самое главное потому что это даст возможность развиваться дальше если же вы считаете что кто-то не достоин быть вашим наставником в этом вообще нет ничего страшного можно найти другого но если вы слушаете сплетни о старшем тогда вряд ли вы кого-то другого найдете потому что оскорбление старшего является самым большим препятствием для развития личности человек не достоин но ничего страшного найдите другого то не проблема но не надо слушать сплетни критиковать но если вы встали на этот путь шансов развиваться дальше нет пока не раскаивается человек он никогда не будет развиваться потому что пятна можно найти даже на луне и на солнце солнце дает нам жизнь она самая священная для нас потому что мы вот час его убрать жизни будет разрушена на земле сразу же в одну секунду поэтому это самое дорогое священное с точки зрения не говорю не выше бога конечно но с точки зрения жизни на земле солнце самое священо даже на нем есть пятна если мы ищем счастье на солнце это безумие пятна на солнце это безумие на луне которая дает нам отдых и благодать человек свет спит благодаря свету луны знаете об этом солнце дает бодрость луна дает отдых луна это энергия луна дает возможность нам спать то ее энергия это сон она дает нам отдых благодать но мы тоже можем на ней найти пятна таким образом человек который в старших видит ищет недостатки это безумец который пилит сук на котором сидит я сейчас не говорю про наши отношения с вами не считаю себя самым особенно старшим но будьте осторожны вообще это принцип который может разрушить в интернет есть все можете найти все что хотите в интернет любую сплетню любую глупость все абсолютно поэтому будьте осторожны правда это страшная штука которая разрушает все правда это правда означает против нее нет защиты вы читаете какую-то правду раздутую о ком-то и разрушаете отношения с этим человеком почему потому что это правда но это такая правда которая вам не поможет потому что лучше всего читать о себе плохую правду они о другом лучше всего вообще не читать плохую правду ни о ком потому что правда настоящее заключается в том что мы со всей силы должны учиться видеть чистоту в человеке а недостатки вылезут сами тебе на глаза не надо даже их искать недостатки сами мучают нас других людей они лезут к нам жизнь и показывают себя а чистота человека труднодостижимы поэтому лучше искать чистоту в людях и стремиться к ней из-за всей силы это называется сознание лебеди есть хамса слово лебедь на санскрите означает хамса а парама хамса это высшее проявление лебеди хамса белый то есть лебедь белый белый цвет цвет правдивость ворона черная я не буду сейчас черный цвет черный цвет тоже духовный цвет но я в данном случае говорю о грязи не о черном цвете итак лебедь белый чистый он любит жить только в чистой воде он когда берет воду с молоком в рот он вот так и и крутит молоко остается на слизистых а воду он выплевывает он только самое лучшее берет а всю грязь и он когда плавает по воде она его не смачивает его перья он может жить в этом мире но он не смачивается это означает что он грязью не пропитывается этого мира я говорю сейчас вам о правдивости то есть на примере птицы мы показываем то есть мы изучаем тему как надо жить человек должен молоко брать самое лучшее взять самой грязью от себя отвалить она нам не нужна в сердце человек должен видеть только белое то есть чистое а грязное не должен видеть один человек меня спросил олег геннадьевич как предсказывать будущее я ему ответил что если ты в будущем свет видишь чистоту а грязь будущего пытаешься не замечать тогда в этом случае ты увидишь все в трезвом свете и поэтому смотрите все предсказатели которые вас пугают 12 год там и так далее все они лжецы потому что видеть будущее означает очень сильно увидеть чистоту в нем потому что будущее соткана из света из чистоты это прекрасная далекое то неплохое далекое прекрасный далек но там есть также трудности 1 в будущем если человек чистоту будущего видеть за основу а трудности как второстепенная он тогда видит правду будущего но всегда когда человек смотрит будущее и может хоть чуть-чуть будущее смотреть его глаза ослепляют страдания его взгляд в будущее ослеплен страданиями людей и катаклизмами и поэтому он не способен увидеть все если же он способен в своем сердце победить эти катаклизмы и страдания если он сильнее этого всего тогда он увидит правду будущего также и человек если ты хочешь увидеть правду человека смотри в нем чистоту ящий не поддавайся на его грязь увидел в нем чистоту грязь от тебя не скроется тоже она всегда наружу это когда увидишь все правильно в чистом свете но главное в человеке это не грязь эта чистота поэтому даже бандит перед святым человеком становится хорошим потому что святой видит в нем чистоту бандити а простой человек бандите видит то как грязь это значит что он не лучше или чуть чуть лучше чуть только лучше потому что есть скрытые недостатки есть явный явные недостатки мы в общем то чувствуем свои явные недостатки и нам стыдно критиковать за это людей других но у нас есть тайны и скрытые недостатки за которых мы другие критикуем если я кого-то за что-то критикую, значит, у меня это тоже есть. Сто процентов. Но если ты видишь недостаток человека и не критикуешь за него человека, а пытаешься ему помочь, это значит, может быть, у тебя этот недостаток и есть, но ты его уже победил. Понимаете, о чем я говорю? Недостаток можно видеть по-разному. Я ненавижу недостаток близкого человека. Это значит, во мне тоже есть. И я его не победил. Но если я принял недостаток, терплю недостаток другого человека, значит, я свой этот недостаток победил. А если у меня этого недостатка нет, то меня вообще не раздражает этот недостаток. И такой человек с этим недостатком будет считать меня старшим. Ну, например, или я буду считать его старшим. Не знаю, как правильно здесь говорить. Смотрите, допустим, человек видит, что человек имеет целеустремленность. А у меня целеустремленности, допустим, нет. А у него есть. Он для меня будет старшим. И этот человек способен меня вести за собой, если он в отсутствии моей целеустремленности не увидит зла, а увидит просто неразвитость. Это означает, что он сильнее этого недостатка. Старшим может быть только тот, кто не злится на недостатки своего ученика. Потому что злоба на них означает, что ты сам не справился с собой. Если старший злится, значит, он не старший. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok